Стрит-арт-мегаполис. Еще немного и Самара вполне резонно сможет претендовать на подобный статус. Что не лето, то еще одна городская серая стена становится холстом для креативных решений известных художников. Например, мурал «Отцы и дети» автор казанский живописец Рустам Кубик. Или зашифрованные строки приказа номер два Маяковского кисти каллиграфа покраса лампаса. А в данный момент преображается дом на Галактионовской 2. Сегодня здесь свой исторический след оставляет талантливый гость из Южной Америки. Причина – Самара Граунд-арт-фестиваль. Он проходит при поддержке городской администрации уже во второй раз. И первым в этом году в столицу региона прибыл аргентинский стрит-арт-портретист Андрес Иглесиас. Творческий псевдоним «Кобре». Уже сейчас понятно, что картина ожидается в технике black and white – абсолютный монохром. Это будет самый большой мурал в практике и самого художника – 50 метров в длину. А кто он – человек, чей портрет украсит стену? Обычно кобри не любят разглашать секреты скетча, ведь тогда пропадает особая магия рождения творчества. Но для нас художник сделал исключение. Я надеюсь, что самарцам понравится моя работа, ведь задумка была создана исходя из истории города. Это космический мотив. На рисунке мой сын. Я использую свою самую любимую фотографию с ним. Это будет микс техник. Портрет выполнен в технике гиперреализм. И далее он будет сочетаться с мультипликационными зарисовками. Что-то, что ощущает будущий космонавт, когда мечтает о полетах в космос. Андрес Иглесиас – художник с мировым именем. Наиболее популярным он стал благодаря портрету эко-активистки Греты Тунберг в Сан-Франциско. Он уже оставил свою подпись во многих городах и странах, а вот в России – впервые. Говорит, что Самара – город не похожий на другие, с красивой самобытной архитектурой и приветливыми людьми. 60 литров краски. Чтобы успеть за две недели, на помощь мастеру приходит бригада помощников. Или, как сейчас модно говорить, хелперов. Многие самарские начинающие художники. Глеб Ханжин впервые взял в руки краскопульт, когда вот так же в дни фестиваля помогал покрасу лампасу в создании мурала на Маяковском спуске. Рассказывает, учиться у лучших в своем деле шанс один на миллион. Я смотрел за его техникой, как он работает баллончиком, то есть его направление, потому что он занимается такой очень гиперреалистичной графикой. И очень много нюансов есть в этой стилистике, то есть он охлаждает баллончики, он спускает давление. Для того, чтобы было распыление, очень нежно сделать градиент. Колоссальный опыт, не передать так словами. То, что в город пришел тренд на стрит-арт, многие жители уже оценили. Конечно, я рада. Конечно, рада, потому что дом скучный, серый. Мне это очень нравится. Я за. Вот. Чем писать всякие хулиганские штуки, лучше красота. Во-первых, это креативно. Во-вторых, это весело смотреть. Не просто вот такое серое какое-то цвет один и тот же. У нас асфальт серый, бордюры серые. Все серое, небо серое часто бывает. А вот это вот вносит разнообразие. Мы в этом году работаем на два города. Это Тольятти и Самара. Сперва это Самара, потом Тольятти. Это все вот в историческом центре города. Пролетали над квадрокоптерами, над теми локациями, над теми фасадами. И художники сами выбирали и предлагали свои эскизы. Все звезды стрит-арта. Какие локации выбрали для себя другие художники, часть из них уже прибыли в Самару, организаторы держат в секрете. Пока известно два адреса, где появятся новые муралы. Это Галактионовская, 37, фасад колледжа сервисных технологий и дизайна и пятиэтажка на Первомайской, 24. Не разглашают авторы и задумки изображений. Космос не единственная тема. Всего в Самаре в этом году появится 9 новых монументальных произведений и 2 скульптуры. Муфия Сафина, Константин Головин. События.